Первый спикер раньше работал в роли владельца продукта и развивал бизнес мобильного приложения Альфа Мобайл в Альфа Банке. Он также в прошлом возглавлял диджитал подразделение агентства Я думаю, вы о таком знаете. Прекрасный человек, куратор курса UX in UI в БВШД. Ярослав Шуваев. Громко поддерживаем. Встречаем, встречаем, встречаем. Спасибо за представление. Действительно, не добавить, не убавить. Мощный выход, как будто ты боксер. Не хватает только золотых трусов, чтобы тебя выносили на носилках. Да, прекрасно. Действительно, офигенное представление. Ну да, добавлю, действительно. Долгое время занимался дизайном интерфейсов. То есть первую работу сделал в 2000 году. Затем долгое время работал в компании ZDBB. Ну там пропуская все промежуточные компании. Достаточно такие крупные клиенты. Внешэкономбанк, администрация президента, рекламная компания олимпийская для Кока-Колы. То есть это такое было, что называется водопадное производство. То есть это еще пока не digital product design. Затем некоторое время поработал сам на себя. В том числе поработал с несравненным Вовой Лифановым, который вчера топтал эту сцену. И с ним мы совместно делали сайт divan.ru в том числе, который получил много наград. Ту же самую Red Dot и так далее. Потом некоторое время я уже переметнулся на продуктовую сторону силы и развивал приложение Alpha Mobile в Альфа-банке с чудесной командой Альфа-лаборатории. Действительно потрясающее время. Мы очень много добились, поднялись в рейтингах очень сильно с 11 на 2, 4, 1 место. Ну, то есть я думаю, что и сейчас последнее мое место. Я занимаюсь таким forecasting, то что называется. То есть занимаюсь таким направлением research and development в инновационной лаборатории Акбарс, которая называется Акбарс Digital. Да, то есть вы можете, может быть, про нее слышали. То есть, как видите, разный опыт, который я стремлюсь передавать вовремя. И, собственно, я думаю, что многие знают меня как куратора направления UX UI в британской высшей школе дизайна. То есть это краткосрочные курсы и длинносрочные курсы. Вот что заставляет, конечно, постоянно быть на чеку, все время смотреть на то, как дизайн сейчас развивается, как развивается продуктовый дизайн. Вот, поэтому действительно хотелось бы сегодня такую шокирующую лекцию сделать, как, знаете, все, дизайн умрет. Знаете, такое обычно бывает. Все, UX ничто. А вот такие вот обычные. UI больше не будет. То есть что-то такое. Обычно, если хочешь кого-то поразить, нужно с этих громких фраз начинать. Ну, не знаю, насколько у меня получится. Давайте сначала тоже познакомимся. Я вам про себя немножко рассказал. Дизайнеры, веб-дизайнеры, так вот назовем. Понятно. Мобильные дизайнеры. Так, а давайте сейчас по-другому кластеризуем продуктовые дизайнеры, которые в продуктовых компаниях работают. Пока не так много. Понятно. А дизайнеры, которые работают в водопадной модели, которые продаются, ну, скажем так, заказная разработка. Заказная разработка, да, чуть пока побольше. Естественно, кто же все остальные? Ну, хорошо. Разработчики. Разработчики. Угу, совсем чуть-чуть. Понятно. Ну, в общем, действительно, то, куда вообще кается мир, то вообще, как происходит трансформация самой профессии, наверное, тоже вы уже, наверное, услышали мою историю и тоже можете, в принципе, себе представить. То есть, ну, первое, про что хотелось бы рассказать, это, конечно, трансформация из компаний водопадных, из заказного дизайна, я имею в виду сейчас, конечно, дизайн интерфейсов, переход в продуктовый дизайн. Да, то есть, это первое. Как вы видите, это исследование Standard & Poor's топ 500. Здесь показано топ 500 компаний и показано их время нахождения в рейтинге топ 500. Как вы видите, время стремительно сокращается. Это связано с тем, что уже, ну, бизнес-модель устаревает все быстрее, 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 быстрее. Раньше вы придумали какую-нибудь идею качать нефть, и вы на этой идее можете несколько сотен лет ездить. Потом кто-нибудь придумал, там, делать железные дороги, и это становится таким большим бизнесом на века, в который можно вкладывать, там, большие деньги в акции, они будут, там, точно расти и так далее. Дальше все более и более верхушки начинают занимать компании, которые занимаются высокотехнологичным бизнесом, и, как мы понимаем, высокотехнологичный бизнес подразумевает высокоскоростное копирование. То есть, чем больше, то есть, как говорит Герман Греф, то, что с утра мы придумали, вечером уже в Китае выпускается, да, или, как говорят во всем мире, то, что с утра появилось на Kickstarter, вечером уже появляется на прилавках. В Китае продается на Алиэкспрессе, да, соответственно, здесь та же самая история. Мы с вами начинаем жить в эпоху, когда для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать, да, то есть вот сейчас, ну, наш основной клиент, понятное дело, это банк, да, и сейчас мы уже наблюдаем, что для того, чтобы просто соответствовать уровню банков, нужно много-много работать, нужно постоянно актуализировать мобильное приложение, нужно постоянно актуализировать веб-приложение. Это то, что уже не считается чем-то уникальным. Это считается бизнес-as-usual. То есть сейчас то, чтобы стоять на месте, нужно все это иметь. То есть это уже как бы стандарт. Для того, чтобы бежать вперед, какие у нас есть варианты. Ну, соответственно, если вообще кто-нибудь знаком здесь с системным анализом, может быть, слышал теорию систем, окей, тогда на всякий случай для тех, кто не знает. Мы понимаем, что как бы системы рождаются, живут и умирают. То есть это логично, да, то есть это свойство систем, то, что она рождается, живет, умирает. То же самое, как мы видели, происходит с разными бизнес-системами, с продуктами, с цифровыми продуктами происходит то же самое. То есть если мы посмотрим вот на любой бизнес, он сначала, ну, здесь не очень правильно показано, то есть он ныряет вниз, то есть это этап инвестиций наступает, так называемая, клюшка. Потом он выныривает, начинается стремительный экспоненциальный рост, дальше переходит кривая насыщение, то есть когда мы уже оптимизируем разные сдержки, оптимизируем затраты, там, знаете, как бумагу считаем, там, сколько бумаги и так далее. Вот, и потом наступает неминуемая смерть. И как вы видели из предыдущего слайда, это происходит все быстрее и быстрее. Соответственно, современные большие компании, которые уже накопили достаточно ресурсов, они понимают, что единственный способ оставаться на плаву, это все время запускать что-то новое, постоянно. То есть я думаю, что сейчас то же самое нас ждет в карьере дизайнера. То есть мы с вами тут, ну, как бы пришли для того, чтобы проанализировать нашу карьеру. То есть теперь движение, развитие в карьере дизайнера, это не как было лет 10-15 назад, я, или там 20 лет, пускай, или 40 лет назад я был знаком с одним из таких первых дизайнеров российских, это господин Стуликов из компании Промграфика, первая дизайн-студия. Тогда дизайнеры занимались тем, что вот он знал там три шрифта, приходил, оформлял вывеску, рисовал все вручную, это была профессия дизайнера. Сейчас уже недостаточно знать три шрифта и уметь рисовать тремя шрифтами для того, чтобы кататься на этом всю жизнь. То есть, ну, в принципе, конечно, каллиграфы так и живут, да, мои знакомые каллиграфы, они там живут в Италии и так далее, и рисуют там 10-ю шрифтами, и этого в принципе достаточно. Но если мы говорим про продуктовый дизайн, я имею в виду сейчас digital product design, то этого уже недостаточно. То есть мы сейчас двигаемся так, что мы все время на ощупь ощупываем, куда нам пойти дальше, и не стоим на месте, продолжаем двигаться, потому что иначе, если бы я до сих пор занимался флэшем, ну, представьте, меня бы уже не было, да, я очень много времени убил на флэш. То есть сейчас я думаю, лучше бы я занимался чем-то другим. То есть я учил ActionScript 2.0, ActionScript 3.0, ActionScript 1.0, все это мне сейчас не нужно. Практически никак я эти знания не переиспользую. Та же самая история с профессией продуктового дизайнера. Мы меняемся не только в плане новых инструментов. Сейчас инструменты просто растут как грибы после дождя. Порог входа снижается. Если раньше Юра Ветров рассказывал, что у них был специальный человек, который анимирует интерфейсы, теперь после того, как появился принцип, необходимость в этом человеке отпала. Потому что делать анимацию интерфейсов стал даже школьник уметь. То есть сейчас в этом необходимости никакой нет. То есть современный дизайнер уже совершенно спокойно занимается тем, что анимирует интерфейсы. Да, вот сейчас вот подошел Руслан, который анимирует интерфейс непосредственно кодом. Вот он там сидит вдали. Вот, собственно говоря, то есть если проводить аналогию с нашей карьерой, мы понимаем, что нам надо постоянно развиваться, не стоять на месте, потому что технологии появляются, порог входа снижается, постоянная автоматизация рутины происходит, уже баннеры Netflixа делает искусственный интеллект, насколько мы знаем. То есть он выбирает самый лучший кадр в фильме, который больше привлечет конверсию кликов, подбирает надпись и работает гораздо лучше, эффективнее, чем реальный дизайнер. Потому что делает много-много экспериментов. Так, ну, собственно, возвращаясь к этому S-curve процессу, крупные компании понимают, что нужно постоянно запускать что-то новое. То есть таким образом, если бы мы ориентировались на одну и ту же бизнес-модель, то мы бы через некоторое время бы оказались вот здесь. Поэтому для того, чтобы там не отказаться, интересно, кстати, получается, вот для того, чтобы там не отказаться, мы постоянно изобретаем новые вещи. И современные компании понимают, что единственный возможный способ – это постоянно что-то новое. не только смотреть, что-то новое будет, это постоянно что-то новое пробовать. Потому что может получиться так, что это что-то новое оказывается чем-то офигенным, прорывным. Вот привезем пример компании Uber. То есть они первые придумали вот эту концепцию демократизации роскоши, когда раньше водители были… Ну, я не думаю, что они первые придумали, они просто это первые осознали. То, что прорыв где наблюдается сейчас? Там, где раньше что-то было доступно только богатым, сейчас становится доступным всем. То есть вы обратили внимание, что все прорывные инновации, которые появлялись в последнее время, они были связаны так или иначе с демократизацией роскоши. То есть если раньше только богатые люди себе могли позволить в разных странах иметь дома для того, чтобы жить в разных странах, то теперь такой необходимости нет из-за Airbnb. Если раньше только богатые люди могли позволить себе иметь персонального водителя, то теперь такой необходимости нет. У нас есть Uber и у каждого есть персональный водитель. Многие отказываются вообще от своего личного транспорта. То есть я, например, по крайней мере, от второго автомобиля точно отказываюсь, потому что я понимаю, что это точно не нужно. То есть можно спокойно ездить на Uber все свободное время. Собственно говоря, здесь вот такой вот эффект наблюдается, что если ты первый успел что-то узнать и первый вложил туда не только свои деньги, не только запустил продукты, но еще и свои знания, очень много значит команды, которая подготовлена, которая умеет в этом направлении хорошо работать, то тогда ты будешь более адаптивен к изменениям, ты еще успеешь вот эти сливки получить. После Uber еще может быть лифт, который там часть рынка захватит, но уже там 15-му достанутся крошки со стола. Собственно, и вот мое подразделение как раз занимается тем, что мы делаем маленькие такие прорывные продуктики в разных областях. Собственно, здесь тоже некоторые члены нашей команды тоже присутствуют или должны присутствовать. Может быть, после вчерашнего они не выжили. Вот, ну, в общем, собственно говоря, то есть мы постоянно запускаем новый стартап, проверяем, работает он или нет, и дальше, если надо, то мы его продолжаем развивать, если нет, мы его там хороним, да, там постепенно. Это накладывает, накладывает, скажем так, отпечаток на профессию дизайнера. Потому что раньше, как вот мы рисовали дизайнер, я рисовал целый портал, да, я приходил к клиенту, продавал порталы, потом я, значит, сидел и рисовал порталы. Теперь дизайнер в итерацию рисует чекбокс, да, потому что очень короткие итерации, две недели, дизайнер не рисует, очень редко он рисует видение на два месяца вперед, да, на 3-4 спринта вперед. Как правило, дизайнер в спринте успевает нарисовать маленькую кнопочку, чуть-чуть изменить что-то, закинуть в UI-кит, посидеть с разработчиком. Это вот, собственно говоря, работа дизайнера. То есть мы понимаем, что с такого целостного видения такого гигантского замка мы переходим к кусочному итеративному видению того, как продукт будет изменяться и развиваться. Ну и понятное дело, что, ну, часть моей профессии это следить за тем, куда мы двигаемся, да, что будет следующей такой большой вещью, да. То есть, например, одно из таких способов найти такую большую вещь, это как раз та самая демократизация роскоши. То есть мы можем проанализировать, сказать, вот что раньше было доступно богатым, а теперь было доступно всем. Да, вот как бы супербогатый человек заказывал себе билет на самолет? Есть вариант? Да, все верно, да. Он бы позвонил кому-то и там что-то промычал бы, там, ну, слушай, ну, я хочу куда-нибудь слетать, отдохнуть, и все, да. И помощник ему начинает сначала присылать туры, да, там человек выбирает из туров, потом он там начинает ему говорить, вот полетишь тогда-то, я знаю твои бонусные карты, ты накопишь миль побольше, да, а здесь ты можешь в бизнес-классе посидеть, потому что у тебя здесь есть карта, которая с бизнес-классом. То есть он учитывает массу параметров о нас для того, чтобы нам составить офигенный маршрут путешествия, офигенные экскурсии и так далее и тому подобное. Уже сейчас вы можете обратить внимание, что как вот, как мы пользуемся сервисами, вот приведу пример, как я, как вот у меня сломался замок в двери, как я чинился замок в двери. Я нашел в интернете номер, после этого мне человек говорит, скиньте мне через WhatsApp фотографию вашего замка. Я скинул фотографию замка и все, после этого мне приехали с тем замком, который нужен и поставили его. То же самое сантехник. То есть я поразился, что сантехники точно так же говорят, скиньте мне фотографию той поломки, которая у вас произошла. И он приехал с теми нужными деталями, все заменил, все поставил. И он сократил таким образом количество итераций, сократил вот эти расходы на ожидания во много-много раз. Я честно могу признаться, я уже второй тур покупаю через своего тур-оператора, который я вообще не вижу в глаза. Я просто с ней списываюсь через Telegram. Мне контакт дает мои знакомые, причем эта девушка мне еще всякие горячие туры шлет, которые мне подходят под меня. Я отправляю фотографии паспортов, я отправляю фотографии туров и так далее. То есть обратите внимание, что я не пользуюсь сайтами тур-операторов, не использую вот эти вот фильтры там, сортировщики. Там отобрал тур, потом вернулся назад, посмотрел, так, так, что-то не фигня. Так, так, опять выбрал, ох, так, надо сравнить теперь. Две страницы открыл. Я все это вообще делегировал своему помощнику, пока что еще реальному помощнику. Но мы понимаем, куда уже двигается пользовательское поведение. Мы и двигаемся… Супер вообще, картинка отличная. Вот это идеальная иллюстрация, надо будет ставить презентацию в следующий раз. Вот, то есть мы двигаемся… Спасибо, очень помогает. Вот, очень мотивирует. В общем, мы двигаемся в направлении диалоговых интерфейсов. Но само наше поведение уже, обратите внимание, двигается в направлении диалоговых интерфейсов. Мы уже привыкаем в этой концепции жить. Но вот у кого… Ну, я не знаю, с какого количества начать. У кого пять мессенджеров? Вот пять мессенджеров. Да, это очень много людей, у кого пять мессенджеров, да. То есть я уже не буду спрашивать, да, но у кого нет ни одного мессенджера? Есть такие? Да, вот как вы видите, это уже просто абсолютно изменение парадигмы произошло. Когда мне надо что-то купить, я не захожу на сайт. Да, я уже заказываю через помощника. Что же дальше? Что же дальше? Понятное дело, что пропускная способность у помощника ограничена. Соответственно, если посмотреть вообще на тренды, которые Гартнер ежегодно делает исследование трендов, и как вы видите, это так называемая hype curve, да, вот, то есть есть не только hype, но еще и curve к нему. Вот, как видите, здесь инновации разложены по хайпу. То есть, как правило, на хайпе они очень дорогие, и их не всегда внедряют. То есть всякие разные бизнесмены ждут, когда инновации спустятся с хайпа в долину забытия, и потом всплывут вновь. Вот пример Touch ID. Раньше, вот вспомните, Touch ID показывали в таких супер, таких фильмах про шпионов. При помощи Touch ID открывался гигантский сейф, да, куда там Брэд Питт попадал с большими сложностями, Том Круз точнее. Через некоторое время эта штука стала в каждом телефоне находиться, да, то есть она становилась все дешевле, 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 то есть люди сначала проинвестировали большие деньги, чтобы установить это в хранилищах, потом становилась все дешевле, 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 теперь это у каждого в телефоне. То же самое с системой распознавания лиц. Да, раньше это подавалось просто как, ну, невероятное открытие, вот, теперь это доступно каждому, да, практически уже в огромном количестве моделей телефонов есть распознавалка лиц. Ну и если посмотреть, что сейчас на верхушечке, здесь огромное количество интеллектуальных агентов разного вида, то есть огромное количество всяких разных искусственных интеллектов, которые нам помогают и в разном виде. А здесь то, что называется General AI, то есть это искусственный интеллект, который вообще все умеет, да, General AI, то есть он вообще общается как человек и может быстро обучиться там всяким разным новым фишкам. Собственно говоря, это одно из тех направлений, куда, конечно, нужно смотреть, потому что вот я даже принес прототип с собой, но, к сожалению, тут технической возможности нет показать, потому что что сейчас современный прототип? Современный прототип — это не картинки экранов, не раскладки экранов. Поятное дело, что это сейчас нужно, актуально, и там мобильное приложение и так далее. Но если мы говорим про 2.0, я не знаю, про 3.0 модно говорить, то 3.0 — это уже то, как искусственный интеллект меня понимает с полуслова, то, как искусственный интеллект определяет то, что мне надо, то, как он по моему пьяному мычанию определяет, что нам надо заказать Uber и отвезти меня домой. Все это то, куда, я думаю, что стоит активно смотреть сейчас. Собственно говоря, то, о чем я говорил, то есть это run-часть бизнеса и change-часть бизнеса, и вот как раз change-бизнес многих банков, многих телекомов смотрит сейчас в этом направлении. Что означает, что потом у вас появятся заказы в этом направлении, либо вы будете в своих компаниях тоже заниматься, скорее всего, интерфейсами диалоговыми и думать, а вот эта предиктивная модель лучше, чем эта предиктивная модель. А вот здесь мы можем использовать такой-то словарь синонимов, а здесь мы будем использовать такое-то хранилище анекдотов, чтобы наш бот был повеселее, посмешнее, поинтереснее. Вот приведу еще один такой вот большой тренд, который стоит выделить, который уже есть сейчас, это интеграция с агентами. Переведи 10 рублей Евгению Ивлеву. Нет. Переведи 10 рублей Евгению Ивлеву. Нет, Википедию почему-то. Сейчас, фокус не удался. Переведи 10 рублей Евгению Ивлеву. Ну вот. Там похоже, как-то у меня либо обновилось, либо язык не настроен. Ну, в общем, да, фокус не удался, конечно. Переведи 10 рублей. Короче, да, здесь должен был быть такой офигенный, высокотехнологичный рассказ про то, как сейчас Siri переводит деньги через мобильное приложение, но почему-то это не происходит, даже интересно. Переведи 10 рублей. Ну ладно. Короче, здесь скриншот, как будто все получилось. Очень странно. Ну, знаешь, как вы видите, теперь, как вы успели увидеть, наверное, и догадаться из-за того, как должно было быть на самом деле, Siri умеет теперь переводить деньги. Да, и там у нас есть такой небольшой банк, который называется Бэнкок, на котором мы там оттачивали до некоторого времени разные фишки, и в том числе голосовой перевод. То есть теперь перевести деньги, ну, знаете, как обычно кто-то там позавтракал, там или там по бизнес-ланчил, там несколько коллег, один картой заплатил, все-таки я переведу тебе 150 рублей, а я переведу тебе 157. Теперь вот эту фразу произнести дольше, чем непосредственно перевод совершить. То есть мы понимаем, что это один из, ну, это только один из интентов. Да, то есть перевод это только лишь один из интентов. Что будет дальше? Siri, закажи мне такси, Siri, забронируй столик, Siri, сделай мне тур, Siri, давай поедем отдыхать. И мы понимаем, что, ну, как бы я сейчас, Siri, она прошита, она находится на клиенте. Вот следующий такой большой заметный прорыв сделала компания VIV, которая сделала так называемый конструктор интентов, сделала платформу для создания новых интентов. Ну, то есть интент, если кто не знает, это то слово, которое вам надо теперь знать. Это означает намерение, то есть есть намерение пользователя. Я хочу перевести деньги, я хочу заказать такси. Это все намерение. И вот как раз VIV это такой продукт, который позволяет встраивать обработку новых намерений в ассистента. В данном случае VIV уже купила Alexa, поэтому мы понимаем, что это платформа для Alexa. Что он, вот здесь вот пример, когда вот при помощи такого нодового редактора, при помощи такого нодового редактора, да, супер, вот, при помощи такого нодового редактора создается интент, какая погода была там три дня назад в каком-то городе. То есть мы понимаем, что мы можем теперь, ну, и как только этот интент создан, он сразу помещается в эту платформу интентов, и Alexa становится умнее. Все экземпляры Alexa, встроенные в интернет вещей, в автомобили, в разные устройства, сразу же понимают, о чем идет речь. Недавно была презентация очень крутого такого инвестиционного банка, в котором ты говоришь, вот какая у меня там цена моего портфеля, во что мне вложить деньги, куда мне вкладывать дальше и так далее. И Alexa начинает отвечать и начинает подгружать виджеты и рассказывать, как все это делать. То есть, как вы видите, здесь дизайн экранов практически очень-очень на заднем плане. То, как она общается, то, как она меня понимает, то, как она со мной взаимодействует, это выходит на передний план. И, как вы видите, работа дизайнера делает вот теперь такие крутые, понятные нодовые штучки. То есть уже многие дизайнеры думают уже при помощи таких нодов. Ну и чем дальше, тем больше. То есть в эту тему вы погружаетесь. Вот теперь расскажу про то решение. Сейчас я все-таки не понимаю, почему они так не делают. Переведи деньги. Так вот, как будто язык не переключен. Есть ли какие-то вопросы? По тому, что уже было сказано. Да, пожелания, может быть, пожертвования. Может быть, кто-то хочет перевести деньги, да. Да, кто-то, может быть, хочет перевести деньги мне через мобильное приложение Bangkok. Потестить приложение. Может быть, кто-то из моей команды принесет мне нормально работающий Siri, на который я смогу показать, как там будут переводы. Это, конечно, будет не так показательно, но все же. Да-да, вопрос. Жаль, у меня нет луча микрофона, чтобы направить. Какой софт вы используете для разработки? Какой-то специализированный, название может кинуть. Ну, здесь, на самом деле, все не так, скажем так, удивительно. То есть, если мы говорим про то решение, которое… Ну, я хотел бы сначала с решением на части, потом уже рассказать немножечко про ту структуру, которую мы используем. Да, ну, в общем, если говорить про это решение, то здесь мы используем то, что называется каскад моделей. То есть у нас… Ну, сразу могу сказать, что мы используем технологию, то, что называется человек в петле. То есть мы придумываем… Нельзя сказать, что мы придумали на самом деле решение не очень уникальное, но мы подумали, вот у нас… Мы хотим обучить нашего бота, но при этом как это можно сделать быстро? И мы сделали следующим образом. Мы в наш контактный центр, вот в чат в мобильном приложении, встроили бота, который учится, слушает то, что говорит оператор. То есть он достает самые лучшие, самые правильные ответы, которые лучше всего работают, он извлекает, и потом при достижении порога уверенности он начинает отвечать сам. То есть сначала это работает как инфраструктура контакт-центра. То есть мы изначально просто ставим это в контакт-центре, и человек в мобильном приложении может там обращаться к оператору и разговаривать с оператором. Чем больше бот обучается, он начинает сначала советовать оператору самые подходящие ответы. То есть это уже следующий этап. Представьте, все самые лучшие ответы за всю историю работы контакт-центра, они собираются и появляются самые популярные, самые большие ответы. Вот там может быть очень-очень много строк в этом ответе. То есть все это собирается и выдается оператору. Помимо всего прочего, рядом ставится порог уверенности. То есть, например, если оператор решил вздремнуть на рабочем месте, он просто ставит порог уверенности чуть пониже, и тогда просто клиент, который заходит в чат, он попадает на не самого умного робота. То есть он пытается достучаться, получить то, что ему надо, задает вопросы по-разному и так или иначе получает ответ на свой вопрос. Постепенно машина становится все умнее и умнее и умнее, и, в принципе, операторы уже начинают… Если вот изначально, вот сейчас у операторов огромное количество рутины, то есть у них 90% вопросов, они однотипные, стандартные. То есть через некоторое время, по сути, оператор превращается в такого, знаете, гуру, который разбирает сложные ситуации. То есть, в принципе, это как часть нашей миссии – избавить человека от рутины. То есть не то, что мы там говорим, мы лишаем сотрудников контакт-центра работы. Это не так, потому что там и так большая текучка. То есть люди не хотят всю жизнь проработать на первой линии поддержки. Это понятно, да? То есть у всех есть амбиции и так далее. Мы за то, чтобы эту первую линию поддержки вообще убрать. То есть чтобы текучка была только вытекающая, но не втекающая. Потом мы убираем вторую линию поддержки. В итоге остаются только суперинтеллектуалы в этой деятельности, которые уже пишут, ну я не знаю, здесь, наверное, плохо видно, на таком языке шаблонов. То есть это уже не простой текст, они уже могут безлично обращаться. То есть вот, например, когда они мне говорят «Привет, Ярослав, твой баланс составляет 100 рублей», все это превращается в «Привет, юзернейм», «Твой баланс составляет actual balance». И потом уже у меня в мобильном приложении все это превращается в актуальную информацию. То есть другие операторы могут это все переиспользовать. Да, ну вот как вы видите, вот здесь, наверное, получше видно. То есть это язык шаблонов и как раз тот самый порог уверенности. То есть насколько система уверена, что этот ответ совпадает. Например, если у вас большая в контакт-центре огромная нагрузка, то есть все операторы заняты, порог уверенности может автоматически понижаться для того, чтобы все более и более, скажем так, ну, люди там все равно могут решить задачи через бота. То есть с очень большой вероятностью они ее решат. Вот, несоверятность 100%. Ну, так или иначе, они по крайней мере не ждут, и у них есть определенный процент вероятности, что они могут ее решить. Да, ну вот как раз то, что бот отвечает автоматически. То есть по сути человек подключается на все более и более интеллектуальных задач. Понятное дело, что это, ну, как бы почему мы считаем, что этот, ну, как бы эта идея прорывная. Потому что вот сейчас мы ее сделали для контакт-центра, следующее это брокерские услуги. То есть уже человек пишет, я хочу проинвестировать. Ну, и как бы брокер, там, анализирует параметры профиля, возраст, остатки на счетах, он ему какие-то советует вещи. Да, помимо этого мы можем еще анализировать психотип человека, то есть какие он любит ответы развернутые. Одна сложная, он принимает решение эмоционально, рационально. И через некоторое время нейросеть начинает чувствовать. То есть она может анализировать 250 параметров. И она будет отвечать идеальнее, чем оператор, чем каждый отдельный оператор вместе взятый. То есть это будет синтетический, скажем так, оператор, собранный из сотни операторов. Самых из самых лучших ответов. То есть, конечно же, вот вы себе представьте кривую юзер-экспириенса во времени. То есть она все лучше и лучше и лучше и лучше. Тут как бы часто все говорят, вот есть проблема, то что я не люблю говорить с VR, не люблю, когда я попадаю на типа бот, нажмите 3, нажмите 4, нажмите 18, чтобы продолжить. Вот. Теперь этого не получается. То есть мы видим, что мы не уверены. Отвечает оператор. Если мы видим, что уверены, бот продолжает диалог. Следующее – это персональный менеджер. Раньше персональный менеджер был доступен только вип-клиентам, теперь он доступен там практически кому угодно. Следующее – это персональный юрист. Следующая часть – это, ну кто еще может быть? Персональный бухгалтер. Если у вас небольшой бизнес, точно так же вас может консультировать. То есть представьте себе, что мы через некоторое время вот таких вот огромное количество таких умных агентов запустим, которые будут по-разному решать наши задачи. При этом они все обучаются. Платформа, вот как раз был вопрос очень уместный про технологии. Я думаю, что сейчас имеет смысл сказать, мы используем две предиктивные модели. То есть первое – это нейросеть, но проблема нейросети заключается в том, что она хорошо работает, только если она хорошо обучена на очень большой выборке. Поэтому мы на входе используем модифицированный такой латентно-семантический анализ, то, что называется, плюс нечеткий пояс, который позволяет быстро учиться, и в реальном времени система сразу начинает обучаться и отвечать. И каждую ночь у нас переобучается нейросеть и отвечает так, что если ее взять, перенести в прошлое на один день, выгнать всех операторов, она бы ответила точно так же, как ответили бы все эти операторы. То есть каждый день она полностью может… Каждый день, переносять в прошлое, она может полностью замещать операторов. Я сегодня как раз хотел показать прототип. Мы интегрировались в систему OKDoktor, где, ну знаете, там в любом случае на входе сидит терапевт, который потом записывает на прием к разным врачам. И по сути, когда человек говорит, у меня болит зуб, то есть уже система подсказывает, что его надо записать к стоматологу. У меня болит живот. Ну ладно, живот плохой пример, потому что там действительно непонятно, что у него может быть. Ну ладно, у меня болит зуб к стоматологу, у меня болит голова к головологу. В общем, то есть можно… То есть как бы через некоторое время система обучается. Вот как раз вот этот пример, у меня болит зуб, он очень хорошо можно было показать, как там по-разному задается этот вопрос, и через некоторое время все увереннее и увереннее система записывает к стоматологу. То есть через некоторое время формируются так называемые кластеры вопросов, и уже они там решают задачи клиента, мошетизируют их так или иначе. Да, ну собственно, не договорил. Ну то есть как раз то, что называется ансамбль моделей. Что нам позволяет разворачивать вот его на любую предметную область. Вот мы на OKDoktor его развернули в течение там нескольких дней. То есть мы взяли, поставили систему, и в течение нескольких дней она научилась отвечать на, ну точнее она начала отвечать на медицинские вопросы. То есть на любой предметной области она начинает достаточно быстро разворачиваться, начинает достаточно быстро отвечать. Да, собственно говоря, к чему я все это? То есть обратите внимание, это продуктовый дизайн. То есть вы видите, что это продуктовый дизайн. Но это продуктовый дизайн уже в ином понимании. Это уже не те самые экранчики, на которые я там убил, ну, не знаю, наверное, уже десятки лет. То есть они, конечно, присутствуют, но они уже ушли на второй план. То есть мы сейчас уже с таким унифицированным интерфейсом чата общаемся, и нас, в принципе, все наши потребности сейчас уже закрывает. Интерфейс чата очень трудно уже что-то новое и нужное придумать. Да, там смеющаяся какашка, наверное, это все-таки последнее. То есть дальше уже по нужности все будет убывать и убывать вещи. Но при этом меняться будет сама вот эта понятливость интерфейса. Как, наверное, вы слышали, есть такая концепция zero interface. Когда, ну, как по сути сейчас происходит. У меня есть некое намерение, прошу прощения. Я его из вербального намерения переношу в жесты на экране. У меня есть некие паттерны обученности, через которые я знаю поведение этих экранов. Я поэтому приблизительно могу взаимодействовать с этими экранными интерфейсами и получаю то, что я хочу. Но на самом-то деле я хочу, чтобы у меня понимали с полуслова. И вот это вот customer journey map, он все сокращается, 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 сокращается. Чем круче интерфейсы, тем короче происходит customer journey map. И как раз концепция zero UI, наверное, вы многие слышали концепцию zero UI, заключается в том, что интерфейс становится нулевым. Вот у меня есть намерение, да, сейчас оно пока вербализируется. Я его вербализирую и получаю то, что я хочу. Следующий шаг, то, что уже сейчас инженеры Apple делают, это predictive UI. Интерфейс, который предугадывает, что нужно мне в данный момент. То есть, например, вы, наверное, видели на предпоследней, по-моему, на последней презентации Apple Siri Screen, на котором, когда ты поднимаешь часы, она тебе показывает то, что, по ее мнению, в данный момент нужно тебе. Ты выходишь, сейчас ты, наверное, будешь заказывать такси. Я знаю, что сейчас ты, скорее всего, едешь в общественном транспорте, поэтому я тебе показываю, сколько тебе осталось до работы. Сейчас ты собираешься выйти пообедать, поэтому я понимаю, что тебе надо сейчас бронировать столик и так далее, и так далее, и так далее. То есть, следующий шаг, вот то, что в той эпохе, в которой мы находимся с вами сейчас, мы движемся к zero UI, в следующей эпохе мы двигаемся в predictive UI, в интерфейсы, которые превосходят, да, какие-то нам дают идеи дальше, как мы будем развиваться. То есть, по сути, это такой все более высокоуровневый симбиоз человека и машины. Вот, ну, собственно говоря, сейчас началось время вопросов и ответов. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Но после аплодисментов. Да, спасибо. Тогда давайте, давайте начнем. Вот, да, с девушки в зеленой кофточке. Меня зовут Ольга, и на одной из ваших лекций в прошлых вы говорили о том, что дизайнер, в принципе, должен уметь все. Я училась у вас в металлогии, слушала ваши лекции, и вы говорили то, что и программировать как бы было бы неплохо, и мне просто интересно, поменялось ли ваше мнение с тех пор. Так, ну, во-первых, я сейчас прям более детально расскажу то, что я имею в виду. То есть, понятно, что все знать невозможно, да. То есть, я говорю про современную парадигму так называемых T-shave специалистов. То есть, когда у вас есть поверхностные знания о разных дисциплинах и при этом глубокая экспертиза в чем-то одном. Поэтому в данном случае вот есть огромное количество дизайнеров, которые действительно программируют, делают прототипы на фреймере, офигенные там, которые вообще не отличаются от пользовательского интерфейса, которые потом передают разработчикам, они все это разрабатывают. Но в то же время вы можете быть дизайнером, который рисует офигенные иллюстрации, это будет ваша глубокая экспертиза, и вы с ней круто разбираетесь. Вот, то есть, ну, как бы концепция вот сейчас, а что значит быть актуальным специалистом? Значит, вы много разных вещей щупаете, глубоко не погружаетесь, не повторяйте мою ошибку с флешем, да, когда я там экшн-скрипт там изучал, до дыр, да, и в сообществе у всех этих состоял, теперь уже бессмысленно. А просто вы скользите по поверхности, думаете, что может сейчас дальше, ну, что, во-первых, совпадает с моим майнсетом, что мне интересно, вот, и дальше вы в чем-то эксперт, чтобы вас могли там посоветовать сказать, вот этот человек рисует супер иконки, или этот человек, он просто делает такие UI-киты, что просто там невозможно не купить. Вот, собственно говоря, то есть, в принципе, ничего не поменялось. На уровне вот этой вот горизонтальной черточки в этой букве T надо знать программирование. На мой взгляд, я в этом как бы до сих пор уверен. Там, JavaScript, ну, потому что вы работаете в Digital Product Design. Странно не знать основы, да. Если вы будете иметь, вы будете дополнительную ценность иметь. Если вдруг так получится, что в вашей команде какой-нибудь фронт-энд-разработчик не может какую-то анимацию, анимашку сделать, а вы принесли ему прототип, это будет всегда круче, чем вы выпустите какую-то не до конца офигенную идею. Вот, собственно говоря, наверное, такое уточнение к тому, что я сказал. Да. Да, спасибо. Спасибо большое. У нас также есть вопросы в Twitter. Люди задают их, сидя из аудитории. И вот к вам вопрос, вопрос Ярославу. Вы женаты? Нет. Сейчас хотел в камеру. Следующий вопрос, спасибо. Да, спасибо. Да, вот девушка стоит вот рядом. У меня такой вопрос относительно предиктив UI. Сейчас же Google разрабатывает систему взаимодействия с пользователем через импульсы мозга и через жесты. Хотела узнать ваше мнение по поводу вот этой истории. Ну, то есть, как бы сказать, тренд, он есть. То есть мы понимаем, что у нас все-таки, ну, как сказать, намерения формируются в мозге, да, и образы попадаются в мозг. Если уж говорить прям действительно про предиктив UI, про абсолютный zero UI, то, конечно, и от нейроимплантантов все уходит, и в нейроимплантанты все возвращается. Да, то есть это, наверное, такая конечная точка, которая предсказуема. Вопрос просто когда, стоит ли уже сейчас устанавливать себе импланты, или стоит ли уже сейчас начинать программировать под эти нейроимпланты, это вопрос. Да, потому что иногда бывает такое, что технологии еще не так… Вот, ну, вы помните Hype Curve? То есть может получиться так, что вы в долине начнете вкладываться в это, ну, как в виртуальной реальности. Вот, например, пять лет назад я думал, все, виртуальная реальность через год уже наступит, надо срочно там начинать уже делать там 3D-интерфейс, и все, все, все порвет. Да, там один раз я наделал этот шлем, самый первый, который там был, ну, было прям ощущение, что все. Потом Microsoft HoloLens, я думаю, ну, блин, ну, это вообще просто прорыв. Через год не будет телефона. Но мы понимаем, что это может быть и на пока чуть рано. Иногда получается инвестировать в это свое время может быть чуть рано и чуть дорого. Но через некоторое время надо просто следить за этими технологиями, не пропустить тот момент, когда вы самые первые, окажетесь самыми квалифицированными в этой области. Вот, ну, надеюсь, что ответил. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, тяните руки. Так, давай вот ты в синей кофте встань, пожалуйста, да, парень. Спасибо за лекцию. Спасибо вам. Я думаю, можно еще раз поаплодировать. Ох, спасибо. У меня следующий вопрос. Если, вот вы сказали, там за ботами в Телеграме, допустим, в какой-то степени лежит будущее, да, был такой момент. Если большие компании, у которых уже интерфейс реально перенести на другие платформы, как боты Телеграма, то в основном все эти боты – это домашние такие смс-рассылки, анекдотов. Вот. Да-да-да, пока да. За ними ли будущее? Ну, действительно, я понял вопрос. Действительно, сейчас пока то, что представляют собой боты, это во многом даже себя дискредитировали многие высокоинтеллектуальные боты. Да, я как раз все-таки из банков виднее, потому что нам там и в Альфу, и в Акбарском регулярно приносят там очередной искусственный интеллект. Вот. И они, конечно, очень смешные. Да, то есть они там не могут на простейшие вопросы ответить, вот, не уж говоря там о каких-то сложных вещах. То есть мы пока сейчас переживаем становление, да, и пока сейчас только появляются люди, которые эту экспертизу копят. Поэтому про это вот первое поколение ботов, которые там вот эта вот интересная рассылка, голосовалка, это просто, знаете, такой базовый, базовый такой век, вот этих вот, знаете, как если говорить про человека, это только вот бактерии еще пока появляются. То есть это очень-очень низкий простой уровень. Вот. Но уже начинают появляться более-менее серьезные вещи. Отдельно я хотел бы сказать, что про чат Телеграма, это один из каналов. Мы понимаем, если вы посмотрите, вот Алекса, да, ваш персональный ассистент, вы перемещаетесь по дому, и у вас, мало ли, touchpoint experience, да, у вас множество точек касаний, через которые вы взаимодействуете с Алексой. Садитесь в автомобиль у вас, Алекса, вы ходите на работу, она у вас в наушниках, то есть у вас непрерывно, непрерывное взаимодействие. То же самое про Телеграм. Если мы говорим про банковские услуги, да, ну или вообще про услуги какой-то компании, это множество точек касаний, одна из которых это Телеграм. Уже сейчас, ну, основные игроки себе закупили так называемые чат-платформы, когда из всех точек собираются диалоги, не только из Телеграм, но и из WhatsApp, Viber, сайт, мобильное приложение, и во все же точки точно так же раздается. Это может быть и SMS, и e-mail, и так далее. Поэтому то, что мы говорим, это идет сквозной экспириенс через множество точек контактов. Не только через Телеграм. Вот спасибо за вопрос, вопрос очень классный. И вообще спасибо всем, ребят, за вопросы. К сожалению, времени больше нет. Аплодисменты, пожалуйста, Борис Фигера. Ладно, спасибо. Спасибо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...